Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня мукпанг внеплановый. Я сегодня не собиралась снимать мукпанг. Я сегодня встала в 7. Очень много всего успела. Надо еще переделать ноготочки, потому что мы завтра уезжаем в деревню. Завтра прилетает папа, и мы вместе с папой улетаем в деревню. В общем, сегодня у нас вот такие тосты. Я вам их показывала в инстаграме. Я решила, что тосты это будет как-то маловато, потому что когда я заказывала вообще на фотографии, они выглядят очень круто. Но в жизни я бы не сказала, что это выглядит настолько классно, как на фотографии. Но будем надеяться, что это хотя бы вкусно. Поэтому я решила добавить сюда незаменимый мой любимый бигбон. Вот, собираем потихоньку вещи. Вкусно. Даже очень вкусно. Здесь у меня самый обычный кофе 3 в 1. Очень вкусно. Прям только что привезли. Вы знаете, что я поняла? Я хочу кофемашину. Нормальную, хорошую. Я взяла свою машину на мойку. Там как раз рядом был магазин с техникой. Я зашла посмотреть. Вроде огромный магазин, чего только нету. Но хорошей кофемашины не было. Была Дилонча. Там совсем простенькая. Я такой не хочу. Я хочу хорошего. Внешний вид обманчив. Очень вкусно. Я предлагала папе пару дней остаться в городе. Мне кажется, это было бы рациональнее. Но папа говорит, что мы не успеваем. Есть вопросы, которые нужно решить прямо сейчас. Поэтому, к сожалению, нам нужно прямо завтра сразу поехать в деревню. Ну, я хорошенько помыла машину. Потому что папа не видел машину. Мне очень хочется услышать от него похвалу. Что он сказал, молодец, умница моя дочка. Очень вкусно. Хоть внешний вид меня немножко разочаровал. Но по вкусу это очень вкусно. Это уже с сыром и курице. У меня теперь вопрос. Что брать с собой? Я, конечно, влог вам снимаю. Не знаю, когда вы это все увидите. Как я собираюсь. Вот эту камеру, наверное, большую от Canon. Я снимаю всегда на 700D. Ее брать я не хочу. Я просто возьму влоговую камеру. Потому что в новой влоговой камере есть уже разъем для микрофона. Я просто не вижу смысла таскать эту большую камеру. Потому что я даже не знаю, буду ли я там снимать мукбанки. Здесь ты идешь в супермаркет. Чего только нет. Там в деревне все-таки это небольшой магазин. И огромного выбора блюд там, естественно, нет. Есть два исхода из этой ситуации. Горячо. Либо я буду для вас снимать какие-то супер бедные мукбанки. Ну, как супер бедные. Вот я сажусь кушать. Что я кушаю, то и снимаю. Хотя бы редко изредка. Потому что я не знаю, конкретно сколько времени я буду находиться в деревне. Папа прилетает, получается, на месяц. Мне хочется провести как можно больше времени с папой. А папа хочет провести это время в деревне. Поэтому получается такой замкнутый круг. Вы обязательно пишите в комментариях, стоит ли снимать мукбанки просто из того, что есть дома. Или лучше приехать здесь уже в городе через месяц где-то начать снимать. Хотя я, честно, не знаю, насколько меня хватит. Если мне надоест, то я приеду. Если нет, то я останусь там. Я, в принципе, могу одна приехать. Карандаш так ужасно смотрится. Я насмотрелась у девчонок, которые пользуются темными карандашами. И делают такой контур, решила, что мне тоже необходим этот карандаш. Купила его. Сейчас я смотрю на мукбанки, как-то не очень смотрится. Не очень даже, это как-то мягко сказано. Что я могу сказать? Мне больше понравился вот этот тост, который с колбаской. Он намного вкуснее. Я, кстати, видела там, в доставке, там было написано положить острый перец. А я думала, что они внутрь будут класть. Поэтому нажила без острого перца. А потом, я увидела, там, оказывается, они просто рядом кладут этот острый перец и им закусывают. На себя знала, я бы взяла этот острый перец, потому что он безумно сочетается и будет сочетаться с этими тостами. Просто когда они сами на свое усмотрение кладут острый перец внутрь, получается нереально острым. Просто внешний вид не сравнится с этим вкусом. Я не сильно голодная была. Потом, думаю, поеду в деревню, вдруг останусь долго, чтобы что-то заснять. Твиксы мы, естественно, берем с собой. Обязательно, куда же без него. Надеюсь, он наконец-то найдет общий язык с соседскими котами. Либо я буду за ним ходить, охранять его. Личный телохранитель моего сыночка. решила все вопросы налоговые. И все, готова ехать. погода уже потихоньку. исправляется. лимоносцы. Уже сегодня было очень жарко. Я спускалась. Брать доставку в этом виде. И было абсолютно не холодно. не знаю, не знаю, как будет в деревне. Но мне кажется, плюс-минус так же. можно чуть-чуть похолоднее. Я столько всего собрала, девочки. просто столько всего, что я возьму с собой. Тяжело, когда ты едешь и не знаешь, на какой период. а ты не знаешь, сколько всего брать. Но я на всякий случай кидаю абсолютно все. из деревни обязательно каждый день или через день буду снимать для вас влоги. Брату сказал, брат тоже говорит, остались бы несколько дней здесь. Пошли бы куда-то, как-то отдохнули. Но папа говорит, нет. Но если папа что-то решил, у него такой характер, если он решил так, то так и будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкуснотища, просто супер. По идее, я и с этими ногтями могу поехать. Просто я боюсь, что уже там что-то сломается. Потому что уже недельки две, недельки три уже точно я хожу с этими ногтями. Поэтому пора что-то делать. Сегодня сходила на лазерную эпиляцию. Мне так хорошо сделали процедуру. Чисто на лицо пошла. Это вы знаете, куда я пошла? Куда я раньше ходила, где очень дешево делают. Вот, пошла туда. У меня обычно лицо на лазер очень странно реагирует. Ну, как странно, у меня появляются пятна на лице, и я еле перекрыла тонально. После вообще лазера не рекомендуется наносить тон. Я нанесла просто биби-крем, и все равно лицо какое-то, знаете, как будто неаккуратное, как будто грязное. Оно смотрится, и я даже вижу, что это даже на камере заметно. я совсем легенькие тонны нанесла, еле скрывающие недостатки. Вот, а так вообще не рекомендуется наносить тональный после лазера, там, по-моему, день, не надо, нельзя наносить макияж. Но я же все всегда оставляю на последний день. Кстати, девчонки меня спрашивали, какой период я хожу на лазерную эпиляцию лица, сколько волос осталось. Волос стало еще больше, сказать честно. Почему? Потому что на лице у меня, знаете, такие желтенькие волосы были, а эти волосы как раз-таки лазер не берет, со временем они становятся темнее. У меня так и произошло. И вообще говорят, что на лицо нужно ходить всю жизнь, потому что от этих волос избавиться невозможно. Я не могу сказать, что у меня какая-то щетина. Но, знаете, пушковые волосы вот здесь, они у меня есть. еще я делаю вот здесь, чтобы лоб казался побольше. Вот эти вот области убираю вот здесь. Но избавиться от волос на лице с помощью лазера невозможно. я хожу на эти процедуры не с мыслью того, что я когда-то избавлюсь. Я хожу на эти процедуры не с той мыслью, что я когда-то избавлюсь от волос на лице или на теле. меня просто устраивает тот момент, что я где-то 4 месяца могу ходить спокойно, не думая о том, что у меня что-то там лишнее на лице. Для меня это такая же процедура, как, например, пойти на локти. То есть раз в 3-4 месяца. И у нас плюс эта процедура она стоит очень-очень дешево, неоправданно дешево на самом деле, потому что эти аппараты они стоят очень дорого. Но из-за просто огромная конкуренция, они вынуждены снижать цены. Потому что на каждом углу салон. Уже не знаю, спокойно за 50 монат можно сделать все тело. 50 монат это 30 долларов. Потратьте 30 долларов раз, например, в 3-4 месяца, я считаю, нормально. кто-то говорит о вреде лазера. Я не знаю, честно. Не могу спорить, но у нас просто здесь девчонки не знаю, 75, наверное, 80 процентов ходят на лазерную эпиляцию. потому что у нас светотип такой черные волосы. Как раз для лазера идеально. просто все абсолютно ходят. Некоторые девчонки, я замечала, так сильно заходят себе вот сюда. То есть, например, у них маленький лоб, они хотят, чтобы лоб казался побольше и просят, чтобы лазером прошлись немножко поглубже, к примеру. Их волосы, в общем, выглядят как будто на них парик. Не очень. Даже когда появляются новые волосы, они супер прыжковые, поэтому это просто кайф. То есть, некоторые в комментариях до сих пор пишут, у меня раньше не к столу сейчас, но я все-таки скажу, у меня раньше на ногах были очень жесткие волосы. Это был просто ужасный комплекс для меня. Я не надевала платье. Я летом ходила в колготках, желательно в черных, чтобы это не было видно. А сейчас я решила эту проблему. Даже сейчас, когда у меня растут на ногах волосы, это просто пушковые волосы, такие же, как у меня растут над верхней губой. Так что просто шикарная процедура, которая улучшает жизнь. По крайней мере, мне точно. На этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Здесь три тоста у меня осталось, но я уже наелась. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!